Всем привет! Меня зовут Егоров Максим. Вы смотрите мой канал Ремонт без купюр. И сегодня я подготовил для вас видеоинструкцию по технике нанесения материала, которая называется Велюр Прима. Это фактурный шелк, при помощи которого можно сделать эффект шелка, но с рельефным рисунком на стене. Я надеюсь, понятно. Наносить будем сегодня вот такой рисунок. Техника нанесения очень простая. Справится с ней абсолютно каждый. Я в этом уверен. Самое тяжелое во всем этом процессе это побороть свою лень. Перед тем, как приступить к самому нанесению, хочу немножечко рассказать про сам материал. Велюр Прима, как и любой велюр, обладает рядом преимуществ. Он колируется, он легко наносится, ремонтно пригодный, он моющийся. И конкретно под этот велюр не нужно тщательно готовить основание, потому что он фактурный. И если у вас есть какие-то мелкие риски или царапины, то фактура это все спрячет. Для того, чтобы нанести этот рисунок у вас на стене, вам понадобится для начала прогрунтовать стену обеспыливающей грунтовкой. Обязательное условие, чтобы не было потеков, потому что все эти потеки могут вылезти в перспективе на финишном слое. В нашем случае мы использовали грунт универсальный производства «Волна». Это грунт, который будет обеспыливать поверхность и улучшать адгезию с нашим покрытием. После этого мы приступаем к грунтованию поверхности специальным грунтом «Астифон Ириди», который выровнит нам основание по цвету и придаст нужный фон для нашего покрытия. После того, как «Астифон Ириди» высох, мы приступаем к нанесению первого базового слоя «Велюр Прима». Наносить будем при помощи кельмы и вспомогательного шпателя обычными движениями, которыми наносят шпаклевку на стену. То есть в прямом смысле нам нужно будет шпаклевать всю поверхность «Велюром Примой» и дать этому слою как следует высохнуть. После того, как он высох, опять же, это не менее 4 часов, но я советую сделать это чуть подольше, возможно, пусть это пройдет часов 6, потому что покрытие довольно-таки плотное и, возможно, при нанесении второго слоя, при формировании рисунка, вы можете содрать первый слой. То есть у вас будет заметно, что это не часть рисунка, а дефект, который вы сделали при нанесении. Поэтому подождите от 4 до 6 часов и после того, как материал полностью высох, приступаем к нанесениям второго слоя, который и сформирует нам вот этот вот интересный рисунок. Для этого мы будем использовать тот же самый «Велюр», того же самого цвета, но наносить его будем при помощи морской губки и приглаживать после его подвяливания кельмой. Вот такими вот нехитрыми и простыми движениями мы будем наносить морской губкой материал, который слегка зачерпываем на морскую губку и натамповываем по всей поверхности. Площадь натамповки, ну, довольно-таки большая, то есть, в принципе, с этим, с нанесением этого рисунка справится и один человек. То есть, вы сначала натамповываете метр, два, возможно, три, в зависимости от скорости работы. И после того, как вы это сделали, подождав где-то 10-15 минут, когда материал слегка подвялится, фактурка немножечко подсохнет, мы пригладим все это металлической кельмой. Сейчас увидите, насколько все это просто. Я думаю, что некоторые даже скажут «Да ладно!» Как обычно это происходит у нас в мастерской, когда мастера показывают, ну, там, начинающим мастерам или заказчикам, как это наносить. Они такие смотрят и говорят «И что, все?» Мы говорим «Да, да я смогу». Так что смотрите. После того, как вы нанесли метр, два или три, все это субъективно, опять же, все зависит от скорости вашей работы. Но между началом тампования и приглаживанием должно пройти примерно 10-15 минут. Все это, опять же, индивидуально, потому что у всех разная температура, у всех разная влажность в помещении. Самое главное, что вот эти бугорки, которые вы сейчас нанесли морской губкой, должны быть еще не высосшими, но уже и не такими живыми, как вот в самом начале их жизни на стене. Вот когда вы поймаете этот момент, я говорю, это 10-15 минут, вы начинаете чистой металлической кельмой слегка приглаживать их, как бы вминая в поверхность. И после этого у вас остается на поверхности вот такой вот интересный рисунок, который, в принципе, сам себя сформировал. То есть нельзя сказать, что это ваша заслуга, что так получилось красиво, потому что на самом деле материал сам себе сделал, вы здесь были, ну, как подсобные рабочие, скажем так. В принципе, на этом все. Если после того, как вы нанесли комнату 2-3, я не знаю, там 6 этажей, вы идете и смотрите, что в каких-то определенных местах вам кажется, что вы сделали недостаточно много вот этих островков, то вы всегда можете взять морскую губку, немножечко подтамповать там фактуры и опять ее приглазить. То есть сам материал позволяет дорабатывать себя на стене практически в любое время. Сам процесс нанесения, я думаю, что вы убедились, довольно-таки простой, никаких сложностей здесь нет. Материал после высыхания, опять же, высыхания не на следующий день, а через 21-28 дней становится абсолютно моющимся. За это время он наберет полностью всю свою прочность. Он там... Понятно же? Химия произойдет. 21-28 дней станет абсолютно моющимся, его можно будет уже протирать, ремонтировать его можно хоть на следующий день. То есть если вы нанесли покрытие и на следующий день начали заносить мебель и где-то что-то поцарапали, то отремонтировать вот это покрытие очень просто. Самое главное, не выкидывайте остаточки материала, потому что это очень частая ошибка у заказчиков. То есть все, мастера ушли, осталось вот столько на дне в ведре материала, они банки собрали и выкинули. Так делать категорически нельзя, потому что после того, как вы начнете заносить мебель, ну практически 100% где-то что-то поцарапается. И возможно в течение полугода, когда вы заедете в это помещение и начнете что-то двигать, где-то как-то ходить, то можете допустить повреждения покрытия. И поэтому я советую остатки материала хранить в сухом прохладном месте, как с лекарствами, для того, чтобы можно было в течение какого-то времени его отремонтировать. Ну а на этом у меня все. Я надеюсь, видео было полезным, познавательным, интересным для вас. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на мой канал. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова